Ребята, всем привет! С вами Александр, Мир Южского периода. И сразу, чтобы не забыть, показываю вам, кто у нас скоро появится, в общем-то. Приобрел я парочку новеньких существ, которые появились. Приобрел я их в сообществе, которое, наверное, многим из вас известно. Это сообщество, в котором я часто смотрю новости по поводу Мира Южского периода. И сейчас, кстати, здесь проводится конкурс, и советую вам в нем поучаствовать. Для вас нужно всего лишь нарисовать или слепить, в общем-то, с двух динозавров какого-то гибрида. Из водоплавающих, либо кайнезоцких, и вы примите участь. В принципе, с деталями, акциями вы ознакомитесь. Ну, а награда, естественно, VIP-статус, баксы, очки, легендарные, редкие, супер-редкие. В общем-то, все эти... Все то, что ценно в нашем парке. В общем-то, это вам рассказал. Это, скажем так, в качестве рекламы, ребята. Закрываемся. Ну, в общем-то, именно оттуда у меня появились вот эти вот новенькие динозаврики. Кайнезойские, точнее, существа. В общем-то, ну, как будет у меня время, я думаю, в субботу мы кого-то из новых, вновь прибывших прокачаем. Давайте, в принципе, соберем его. Это у нас, ребята, бронтотерий. Это у нас такой многорогий носорог, на самом деле. Вот так вот он выглядит. Выглядит, в общем-то, прикольно. Особенно, если его потом прокачать. Так, ну, сегодня у нас не прокачка. Я к ней, как говорится, не готов, ребята. Потому... Потому мы сейчас заберем вот этот приз. Так, ну, остальное... С остальным я буду разбираться уже потом. Так, у нас есть парочка главных событий. Клацайся. Так, у нас есть вот это вот жуткое событие за геозавра. И есть сохранение динозавра. Давайте начнем все-таки с геозавра. Там, не знаю, это, опять же, эти мега сложные противники. Постоянно пишут в комментариях, как может быть там кто-то 150-го уровня. Да вот, смотрите, тропеогнат 2609-го уровня. Анкилозавр 727-го уровня. Уже, ребята, очень давно, уже не первый месяц, это нововведение в игре после какой-то очередной обновы. У нас вот турниры на открытие новых динозавров. У них адаптивный уровень противников. То есть, берется любой динозавр любого уровня. Редкий, суперредкий, обычный. И он подгоняется по силе к вашему самому сильному динозавру. То есть, они подгоняются все плюс-минус к юдону. Ну, к моему. У меня юдон самый сильный. У меня, соответственно, противник. Вот 12, здесь 11500. У него 3700, здесь 3600. Ну, и то же самое. То есть, травоядные имеют обычно больше жизни, меньше силы удара. Но с литунами примерно так же, как и с хищниками. То есть, вот такая вот ситуация. Так что, это не новость. А то мне пишут, аааа, это хакнутая игра. Да, вот я взял и хакнул саму люди, чтобы она мне дала каких-то более сильных противников. Это, конечно, полный бред, ребята. Так что, читайте новости. Ну, а нам надо что-то с этим сделать. Ну, в принципе, эта ситуация довольно-таки еще неплохая. Где тут я возьму сейчас Апатозавра? Он подменится, скорее всего. Возьмем сейчас какого-то сильного Зубастика. Ну, пусть будет это Приатродон. И можно здесь брать еще... Можно взять... И Урхика, в принципе. Ну, давайте так будем пробовать. Хотя, на самом деле, будет сложным. То есть, я вообще не гарантирую, что мы тут сделаем три боя. Может, даже и один всего лишь будет. Потому что, ну, тропиог... Гоптер бьет, тропиогнат лупит нас. 1800 Атас. Это всего лишь половина его силы. Нас анкилозавр тут за два удара завалил. Так, надеюсь, ребята, было все предыдущее видно. А то я только заметил, что у меня кнопочки записи что-то не было. Она писала неизвестно что. Потому давайте. В общем-то, это первый бой. Противники, видите, меня только раз ударили. Так что... Все по плану. Вот меня ударили второй раз. И, надеюсь, на третий раз. Так, нас ударили по полной. Это хорошо. Так, ну, сейчас приятный Родон с этим быстро разберется. Раз, два, три. И он бьет 3000. То есть мне, блин, ну, хоть три поставлю в защиту. Это защита от тропиогоптера. Тропиогнат. Ё-моё, чё? Ну, гибрид тропи... А, блин, тропиог... Да, это же не гибрид, ё-моё, блин. Вот на это я и рассчитывал. Все получилось вообще идеально. Делаем финт ушами. Делаем финт ушами. Так, ну и осталось нам победить. Хотя я, правда, баллы не посчитал. Мог бы и пролететь только что. Так, ну, сейчас будем смотреть, чё там у нас будет дальше. Так, ну, ребята, скрещиваем пальцы, закрываем глаза и... И чё мы видим? Вот, сразу я замечаю Афиакадон. Дичайший удар. А Галимим это просто нонсенс. Но, 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 у нас есть и хороший момент. Можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Но даже не вот так. Вот так. И вот так как-то. Ммм, дам, 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 дам. Ну, у нас тут хищников ещё было мало, как вы видите. То есть, амфибий. То есть, я горгазуха берегу, ну... Из-за того, что бережёшь, можешь, конечно, и проиграть. Афиакадон. Шесть косарей силы удара. Просто жесть. Он сейчас один раз укусит, и всё. Ну, вот. Но я не дамся так просто. Дичайшие показатели у него. Блин, вот это очень плохо. Ну, я свою цель выполнил. То есть, я четыре балла насобирал. Дальше как-то будем думать, петлять, распетлять. Бьёт на три, подлец. Раз, два, три. Не защищаюсь. А почему я... Блин, я чуть не пролетел. У него же один балл. Чё-то я взял, на три ударил. Но я не защищался. Это правильно. Блин, у него пять было. Опять он... Схитрил подлец. Схитрил, подлец. Схитрил, всего лишь на два. Давай, на все пять. Молодец. Я просто сегодня как Ванга. Предсказываю будущее. Уууу, ребята, ну не знаю. У нас сильные остались. Есть шанс пройти и третьего. Ставлю травоядным, он подменит... Он не подменится. Он не подменится, скорее всего. Ну вот так вот как-то попробуем пойти. Как вы считаете? Ну, не знаю. Давайте пробовать. Мало жизнью сигназуха, конечно. Ну, два удара мы не выдерживая. Это караул какой-то. Он, ну, подменился. Давай, атакуй. Еще не проатаковал. Ну, вы поняли. То есть, дальше мне защищаться никак нельзя. Вообще, идет какая-то вакханалия, ребята. Сейчас, блин, а сейчас я пролечу, как фанера над Парижем. Вообще, пошло все не по плану. Он меня сейчас проатакует и капец мне. А я его еще не факт, что смогу убить. 21 тысяча, ребята. Ну, мало жизни. И у Метрия Фадона и у Сегназуха это очень большая сейчас будет проблема. Ну, 17 тысяч. На три проатакует. У него один балл остался. Мне его полюбасу надо пробивать. Вот. Три, четыре. Раз, два в защиту. Но он победил. Он победил, ребята, потому что у него пять. Он бьет очень больно. Я не выдержу даже два удара. Ну, слишком большая разница была здесь. Сейчас посмотрим, сможем ли мы собрать еще какую-то команду из того, что осталось. Допустим, Индоминус. Ну, он подменится, да? Может, какого-то жирного, просто травоядного взять. Ну, нету здесь же никого жирного, кто бы мог выдержать два удара. Блин, дайте кого-то на пять. Нет, блин. Не некого взять, ребята. Некого взять. Травоядных крепких не осталось. Индоминус. Но он подменяться тогда не будет. Он просто даже не подменится. Взявим Горгазуха, у него будет бонус. Он его вынесет вообще за один удар. У остальных меньше жизни, чем у него сила удара. Печалька какая-то, ребята, получается. Ну, ничего нам тут не светит. Никак. Никак. Ну, вот так вот, допустим, я беру. Ну, ему даже подменяться особо смысла, конечно же, нет. Опять же, Метрефодона взять. Он еще слабее, чем то, что у меня было. Ну, что вот это может дать. Потому что убивать 21 тысячу Горгазуха нечем. Ну, просто так идем, ребята. То есть, мы 100% пролетаем здесь. В прошлый раз я защищался. Сейчас не буду. Сейчас меня атакуют на два, и можно выходить. Почему я так... Он подменился мне на Капрозуха, а на Бонетозауру. То есть, это печалька. Потому что, ну, я сейчас подмениваюсь на Индоминца. Если я его убью, меня убьет Капрозуха. Потому что мне не хватает баллов, чтобы защититься. А я его, смотрите, вообще ничего не могу сделать. Ну, как и ожидалось. Ну, ему даже нет смысла тратить баллы на меня. Потому что он меня пробивает за один-два удара. Максимум. Ну, у него еще два балла осталось. Вот я его пробил. И все. Ну, я специально вот поставил в защиту. Вот, я даже угадал. Его убил с минимальными потерями. Но это меня никак не спасает. Потому что у него осталось 5 баллов. Даже 6 баллов. И ситуация точно такая же, как была в прошлом бою. То есть, я сделал все хорошо, все правильно. Но слишком большая разница. И у него разные противники. Если бы у него было хотя бы там 3 травоядных. Ну, либо там, ну, не было разношерстной команды. То можно было бы что-то с этим поделать. Ну, а так, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.